Всем привет, мои дорогие обжорки! Как всегда, я, День Атолия Баклажан. Сегодня со своими баклажановыми рецептами в гостях у легендарного канадского... Да ладно канадского. Канадского. Чешского. Хоккеиста два раза ошибся, на самом деле чешский повар. Иржикали. Вы, наверное, там все аплодируете, я тоже. Иржик, привет. Вот так, вот так, вот так. Итак, мы продолжаем готовить, и я понял, что вот моих талантов мало, поэтому я прихожу к профессионалу. Ну, у нас будет такая композиция холодного блюда, вот, значит, у нас будут битые огурцы с итальянским талятом, бальзамическим соусом. Сегодня начнем готовить что? Битый огурец. Сейчас, да, будут битые огурчики, ну, такое же. Ингредиенты, сразу расскажи ингредиенты. Ну, битые огурцы, что там нужно? Огурец. Огурцов, огурцов, да. Дальше. Вот, огурцы, ты мне будешь помогать сегодня? Да, конечно, я могу говорить. Да? Могу есть, это главные таланты. Классический укропчик, вот, возьмем чеснок, яблочный уксус, вот, сахар обязательно, и соль. И соль. Все, вот такие ингредиенты, я думаю, что у каждого они есть. Если вдруг у вас нет яблочного уксуса, ну, просто купите его. Почему они биты? Почему? Да, почему они биты? Потому что... Вот провинились они. Параллельный импорт. Да, да, да. Это, ну, смотри, дело в том, что мы все дома делают маринованные огурцы, да? Это когда в мешочке очень просто все, да? Да, нет, маринованные, в стекле, да, маринованные, да. А это рехлоквашки, так и называется, да, когда быстро квасить. Рехлоквашки? Рехлоквашки, ческий, рехлоквашки, ты не выучил. Легендарные рехлоквашки. Получается малосольные огурцы, другим словом. Малосольные огурцы, битые огурецы, давай. Вот, то значит, чтобы у нас шкурка была очень мягкая у этих, потому что мы ее будем подавать со шкуркой, я тебя попрошу, вот ты так вот сделаешь, вот, и аккуратненько, пожалуйста, вот, сол надо будет в эту кожуру вот протреть. Давай. То есть, как бы я протираю и одновременно, а сдираю верхний слой. Да, 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 совершенно верно. Ну, выглядит, конечно, интересно. А как вот лучше так или так? Это уже на твои усмотрения, где больше... Боюсь, как бы мои зрители привыкли к разным анекдотам. А сколько это нужно делать, кстати? Не, 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 это... Вот все, да? Да, да. Вот так вот сюда пока положу. Не, можешь мне их отдать? А уже тебе отдать. Давайте, я тогда первый анекдот сегодня расскажу про ресторан. Ты тоже сегодня расскажешь парочку анекдотов. Да, анекдот про ресторан такой, когда скандал в каком-то крутом ресторане. Клиент кричит, что блюдо ужасное, невкусное, сделано непонятно, из чего и орет. Позовите мне шеф-повара, позовите мне шеф-повара. Выходит, официант такой наглый и говорит, знаете, звать его не буду, потому что он это тоже есть не будет. Бывало такое у тебя? Нет. Все, да, еще надо? Да, да, не бойся, потому что кожура, кожура, она жесткая, и нам нужно, чтобы она была практически похожей консистенцией, как мякоть. Я понял. Все, давай. То есть если у вас это кожура, то у нас это кожура. Кожура. Кожура, легендарная чешская кожура. За 20 лет лучше не научился. Ну ничего, ты 20 лет уже в России. 20 лет. Да. Друзья мои, патриот российский. Кстати, хотел спросить, когда мне вернешь паспорт? Держи, пока. Пока все программы не отснимем, я тебе не верну. Ну ладно. Я уже немножко ее подготавливаю, скажем так, под подачу, чтобы у нас сразу потом можно было с ними работать. Поэтому вот эти жопки мы можем... Попки назовем. На чешском жопке, на русском попки. Можем убрать, да. Так, так как у нас берем любой пакет, может быть, ну, чистый, естественно. Жаль. Вот, чтобы он был герметичный, потому что мы его будем немножко бить и будем туда наливать теплую воду. Вот что основа, вот как раз вот этих битых горшков. Ты знаешь, на самом деле я наслаждаюсь твоим акцентом в воду бить. Правда прикольно, да? Вот красивый язык. Что мы делаем? Мы сейчас не режем, а давим, заметьте, да. Ну, это... Именно давим плоской стороной ножа, мы давим чеснок. Если, например, плотненький, самое главное, пожалуйста, ребята, чтобы ночь сам никуда не заехал. Да, чтобы руки не поранят. Видите, готова консистенция такая. Еще раз, там у нас потертые огурцы с солью и жизнью. Ну, и жизнью потерт я, естественно. Здесь у нас чеснок раздавленный, немножечко у нас укропа, прям большими ветками. Да, мы его не хрошили, никак не разрезали. Вот. И вот такая консистенция. Туда мы добавляем сахар. Добавляем сахар, обязательно. Обязательно. Я думаю, что можно смело вот так две-три щепоточки вот сделать. Две-три щепоточки. Вот. Соль у нас уже на кожуре, но чуть-чуть соли можем все-таки добавить еще. Заметьте целыми прям, да? Кто-то любит лаврушку. Вот это уже такой, мы сейчас делаем азиатский такой... Вариант. Вариант, да. Можно быть, ну, как бы, такой ближе к российскому, да, то, значит, мы можем туда лаврушку, вот, ну, перчик целиком, вот. Можно. Можно, да. Ну, это уже на любителей. Водочка никогда не помешала. Но отдельно. Да, дело в том, что это блюдо очень любят дети, вообще огурцы. И беременные женщины, они соленые блюдают. Вот очень-очень важный продукт, это уксус балзамический. Балзамический, извините, яблочный. Мы можем, конечно, например, с классическим уксусом работать, но здесь осторожно, потому что, если здесь, например, 25% именно кислотности, так российский, я так один раз так получилось. Мне дали первый раз российский уксус, а он же 70%, а в Чехии 8%. Представляешь разницу? Ну, да, да. Я просто взял и попробовал его. И после этого? После этого. Ты заговорил на русском матерными словами, они полились из тебя. Ты вдруг все как слова Рожегова открыл и такой, теперь я знаю все. Там дело в том, что надо было открывать вот ресторан, а у меня все рецепторы, все сгорело, на мне сейчас это точно, вообще вот, был апгрейд такой. Итак, это 20, скольки? Ну, честно. Это 6%. 6%, да. Поэтому так густо ты его полил. Да. 6%. 6% и может быть винный, может быть яблочный. Здесь на самом-то деле... Винный, яблочный, ну какой-то фруктовый. Фруктовый. Кто-то любит покислее, может быть просто обычный сделать. Так, здесь процесс ускорения, именно вот брожение вот этих огурцов, это получается у нас горячая вода. Прям горячая? Ничего страшного. Смотрите, достаточно много, посмотрите. Можно еще немножко повернуть. Да. Так. Так, всю соль смыл, которую я втирал. Не-не-не, она, ты почему... А я нарушил кожуру, да? Да, ты нарушил структуру. Так, ну, здесь вот еще один такой важный процесс, мы делаем, мы его плотненько закроем. Давай, пожалуйста. Спасибо. Воздух надо выпустить? Нет-нет-нет-нет, оставляй, нет-нет, это не вакуум, как бы это... Как раз нам надо немножко оставить это место, чтобы он... Ну, гулял там. Да-да-да. Как аквариумные рыбки, знаешь, как это. Да-да-да. И понесли в аквариум. Я расскажу анекдот быстро. Пока быстро расскажу анекдот. Такой анекдот мне тоже понравился. Когда... Я рассказываю анекдот для женщин, очень люблю, когда женщины в анекдотах побеждают. Короче говоря, жена дома, как всегда, работает, труженица. Приходит муж такой, немножко под шофея такой. Я должен сказать тебе две новости, одну плохую, другую хорошую. Она такая на него смотрит с мудростью женской и говорит, ну давай говори плохую, хорошую, говори. А он такой, я от тебя ухожу. Она такая вздохнула, говорит, так, а плохая новость какая. Вот, дай бог, чтобы у вас так не было. Так, поехали. Я что-то не врубился, девушка. Не врубился? Но я попозже, я на начале, да. Она говорит, что для нее это будет плохая. А, ну все, ясно. Русский язык, он сложный, да? Да. Ну, сны у тебя какие, на русском или на чешском? Или на немецком? Я, я вот это. На немецком точно нет. Нет, 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 нет. Этот, смотри, в какой обстановке. Если у меня там что-то загружено по работе, я могу и русский что-то говорить. Как бы, ну да. Но в основном, как бы, сны без звука. Без звука? Вот эти щита. Так, на сегодня в ресторане посидели настолько. Нет, нет, там в основном это с управлением, да, связано. Давай, что делаем? Так, вот эти ингредиенты, вот чем мне нравится вот этот мешок, чтобы действительно... Он жесткий. Как шейкер, да. Ну, я взял для вас, например, я взял мешок для вакуумной упаковки, он действительно такой поплотнее. Ну, вообще в домашних условиях поосторожнее, можно и пожиже. Ну, и двойной сделать, как бы, например, мешок. Так, вот это у нас есть. Почему они биты? Тольное тебе выпало вот большая. Так, давай я тебе на одном покажу. Давай, только не по пальцу. Да, да. Вот надо его чуть-чуть вот эту структуру, да, вот немножко нарушить сверху. Не сильно, а чуть-чуть. Не сильно, слегка вот мы их отбираем. Давай, вот два у тебя остались. Друзья мои, смотрите, сегодня я легендарный человек. Могу я сразу второй, чтобы потом перевернуть? Можешь так, да. Переворачивай вот эти два. У меня остались. Ну, они достаточно прям уже такие. Поплыли. Но целиком еще. Да, целиком они. Ну, и мастер немножко добавил. Ну, все. Всегда процесс брожения быстрее идет в какую-нибудь комнатную температуру, поэтому можем просто вот их положить на талерочку и оставить вот... Сколько? Ну, желательно, ну, хотя бы минимум три часа. Три часа. Прошло три часа. Давай посмотрим. Вот хотя бы один кусочек. Возьмем самый тонкий, чтобы он точно промариновался. Вот, следующий вот. Также их храним. Можем их, например, ребята, вот нарезать вот такими кусочками. Ага. А можно? Да. И можем их вот так и хранить. Мы сейчас тебе дадим попробовать. Вот так вот. Ну что, друзья, битый огурец в исполнении Иржи. Вы помягче, да? Не хватает водочки. Подождите. Подождите. Всем спасибо. Вы, кстати, битые огурцы можете делать без основного блюда. Напоминаю, что мы готовим большое блюдо, и вот компоненты будем в каждой серии вам показывать. Говорю вам всем пока-пока. Меня зовут дядя Толя. Это мой друг Иржи, и мы готовим баклажановые рецепты. До встречи. Сегодня вот эта штучка. Нам обязательно надо в конце попробовать и сделать. КОНЕЦ Продолжение следует...